Музыка Операционный блок Карачаева-Черкесского регионального центра сердечно-сосудистой хирургии. Утро. Идет подготовка к операции. Прецид одна из многочисленных сложных операций, которые выполняются в региональном сердечно-сосудистом центре. Операция на сонные артерии. Создание в Карачаево-Черкесии такого центра стало ответом на одну из самых злободневных проблем в современной медицине. Если обратиться к статистике сердечно-сосудистых заболеваний и следующей эти проблемы на протяжении минувшего века, то прослеживаются очень тревожные обстоятельства. В начале прошлого века, например, в России регистрировалось 11% от всех смертей, происшедших по причине инфаркта. В середине 20-го столетия – 25%. В начале 90-х годов – 50%. Современные источники утверждают, что сердечно-сосудистые заболевания остаются первой причиной смертности в России. К началу нынешнего века 46% граждан погибало именно от них. Но именно благодаря созданию центров сердечно-сосудистой хирургии в России были сформированы условия, позволяющие оказывать больным людям своевременную высококвалифицированную помощь. В Карачаево-Черкесии такой центр был создан в конце 2010 года. В 2011-м в нем выполнили первую операцию. Марат Тимрезов, ведущий специалист в области сердечно-сосудистой хирургии в нашей республике, стал руководителем лечебного учреждения практически нового поколения. После окончания в 1997 году Ростовского государственного медицинского университета сердечно-сосудистая хирургия постоянно была в сфере его профессиональных и научных интересов. В 2004-м году Марат Борисбеевич стал кандидатом в медицинских наук. В 2012-м ему присуждена ученая степень доктора медицинских наук. Марат Тимрезов заведует кафедрой госпитальной хирургии Медицинского института Северокавказской технологической академии. Марат Борисбеевич активно на протяжении минувших лет изучал опыт коллег российских регионов и зарубежья в области внедрения и дальнейшего совершенствования современных эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе высокотехнологичных методов сосудистой хирургической помощи. Он принял участие в конференциях, посвященных инновациям в области сердечно-сосудистой хирургии в Германии, Соединенных Штатах Америки, Японии, Испании, Португалии, Франции. Выступал с докладами, участвовал в мастер-классах. Коллеги помнят, какой позитивный резонанс вызвала поездка Марата Тимрезова на профессиональную конференцию в Уфу, где за один день он помог хирургам Башкортостана провести три сложнейшие операции. В интернете появился восторженный отзыв. Надо же, Уфа у нас учится. Здорово. Следует отметить, что в сердечно-сосудистом центре Карачаева-Черкесии повышению квалификации уделялось первостепенное внимание. Молодые врачи и медицинские сестры с 2012 года проходили обучение в Сибирском федеральном биомедицинском исследовательском центре, а также в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Этапами большого профессионального пути можно назвать первую операцию на открытом сердце, первую операцию аортокоронарного шунтирования, операции детей с врожденными пороками сердца. Это далеко не полный перечень достижений центра. Более подробно поговорить об этом мы смогли, когда операция закончилась, и мы задали вопросы, интересующие наши зрители, руководителю Карачаева-Черкесского регионального центра сердечно-сосудистой хирургии, профессору Марату Тимрезову. Сегодня мы оперировали женщину, которой было 46 лет, и пациента 64 лет. То есть это проблема, это не проблема только возрастных пациентов, а это проблема, в принципе, достаточно активных, трудоспособных людей. Операция в мире в сосудистой практике одна из самых популярных. То есть больше всего делается в мире именно операции по удалению этих атеросклеротических бляшек из сонных артериев. Мы говорим о том, что центр способен оказывать высокотехнологичную помощь. Назовите наиболее сложные оперативные вмешательства, которые здесь осуществляются. Практически все операции, где-то 90% операций, которые производятся в центре, они высокотехнологичны. В центре выполняются с 2010 года, с момента открытия, собственно, центра, и открытые операции, и эндоваскулярные. Эндоваскулярные операции – это операции на коронарных артериях, стентирование и ангиопластика коронарных артерий. Это операция на артериях нижних конечностей. Операция, как я уже говорил, на сонных артериях. Операция по удалению аневризм сонных артерий, артерий головного мозга. И также выполняются операции на брюшной аорте. То есть это так называемая установка эндографта брюшной аорте. Это что касается эндоваскулярных операций. Касательно открытых операций, это операции на открытом сердце. Это аорто-коронарное шунтирование, которое может выполняться в центре как с помощью аппарата искусственного обращения, то есть с остановкой сердечной деятельности, так и на работающем сердце, то есть без подключения пациенток к аппарату искусственного коробращения, когда стабилизируется определенный участок коронарной артерии, и в этот момент производится ее, собственно, шунтирование. Также выполняются операции на клапанах, на аортальном клапане. Смысл ее в том, что через подвздошные артерии проводится, не открывая грудную клетку, не вскрывая полости сердца, проводится просвет недостаточного аортального клапана, новый клапан. Новый клапан, и он устанавливается под контролем от ангиографической системы. Помимо этого, выполняются в центре все операции на нижних конечностях. Мы это, в принципе, изначально сосудистая отделение сердечно-сосудистой хирургии, раньше называлось отделение сосудистой хирургии. Мы эти операции делаем достаточно давно, и есть большой опыт выполнения этих операций. Практически нет операций, которые мы не выполняем при диабетическом или атеросклеротическом поражении сосудов нижних конечностей. Для того, чтобы осуществлять все эти операции, нужно соответствующее оборудование. Его иногда называют «золотым стандартом». Вы располагаете таким оборудованием? Да, с момента образования центра, а мы тогда попали, регион наш попал в программу по оснащению таких центров по всей стране, и вот с созданием регионального сосудистого центра мы получили то необходимое оборудование. А это ангиограф, это компьютерный томограф с инъектором, это кардиохирургическая операционная реанимация, которые оснащены в полном объеме, как я уже сказал, с аппаратом искусственного кровообращения, с необходимым наркозным оборудованием. В центре хорошие УЗИ, эксперт-классы. Ну, собственно, все то, что нужно для того, чтобы диагностировать заболевание, выполнять те или иные оперативные вмешательства и вести в послеоперационном периоде больных. У нас все эти условия есть. Какова эффективность тех операций, которые вы проводите? То есть это обеспечивает человеку новый уровень качества жизни? Ну, если это взять, например, тех больных, которые вот сегодня увидели вы в операционной, то есть это больные, например, с сонными артериями, у них это определенно улучшается, явно улучшается качество жизни. Как я уже говорил, это заболевание, атеросклероз, брахиоцефальных артерий, приводит к атерофическим проявлениям головного мозга, нарушениям памяти, мыслительных каких-то процессов, головные боли, мигрени постоянные, которые не купируются никакими препаратами, спазмолитиками или другими болеводающими препаратами. И вот после операции больные сами отмечают через сутки, через двое о том, что реально что-то изменилось в их жизни. Так быстро? Так быстро. То есть уходит боль, которая была постоянно, а это для них самое главное. Это касательно этой сферы. Что касательно артерий нижних конечностей и больных с нижними конечностями, это самое главное проявление, то что мы не даем этой конечности уходить в такие состояния, как некроз, конгрена. То есть процент ампутаций практически нивелирован от того момента, как начали выполняться эти операции. Сказать, например, относительно патологии сердца, раньше до организации сосудистого центра от инфаркта, от острого инфаркта миокарда. Если сравнить, сколько погибало людей от этой патологии, от инфаркта миокарда, и сколько сейчас за 6 лет мы снизили эту летальность, не только мы, не только сосудистый центр, но и собственно все те, кто в этой команде, то есть это и диспансеры, это и поликлинический уровень, который направляет к нам этих больных при любых изменениях, мы снизили до 30%, а это высокая цифра. Летальность от инфаркта миокарда в нашей республике. Чтобы осуществить такой большой объем работы, нужна команда, нужны очень хорошо подготовленные специалисты. Как вы решаете эту проблему? Изначально, когда организовался сосудистый центр, и когда уже было точно известно, какое оборудование будет стоять у нас в центре, какие операции мы будем выполнять в центре, мы параллельно отправили наших докторов, наших будущих коллег, координаторов в соответствующие федеральные центры. То есть в центры нейрохирургии, в центры сердечно-сосудистой хирургии, в центры кардиологии, где они, неврологии, где они проходили параллельно тому, как устанавливалось оборудование у нас здесь, соответствующее обучение по компьютерной томографии, по УЗИ диагностики сосудистых, сердечно-сосудистых заболеваний, по тому, как выполнять те или иные оперативные вмешательства, получали соответствующие сертификаты. И уже к старту, скажем так, программы, сосудистая программа у нас, у нас уже был определенный пул достаточно молодых специалистов, но уже высококвалифицированных именно в данной своей нише. То есть так мы развивали со временем аритмологию, то есть когда мы столкнулись с проблемой, что мы начали выполнять операции на сердце, но есть проблемы именно с этой службой, у нас отсутствовала эта служба. Мы отправили двух своих специалистов на обучение именно по диагностике аритмологических заболеваний и, соответственно, получили таких специалистов. И так, собственно, везде. Через несколько минут мы продолжим интервью, а теперь хотелось бы познакомить наших зрителей с теми, кто работает рядом с профессором Тимрезовым. Я в 2007 году окончил Ставропольскую медакадемию. С 2007 по 2009 год прошел первую ординатуру там же в Ставрополе по абдоминальной хирургии. И вторую ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии в Москве, в научном центре, медико-хирургическом центре Бакулева, по специальности сердечно-сосудистой хирургии. С 2011 года работаю в Карачаево-Черкесской республиканской больнице. Где-то с 2011 года, знаю нашего руководителя, Марат Борисовича Тимрезова, благодаря ему, на самом деле, сердечно-сосудистая хирургия стала просто на высочайшем уровне. С 2014 года мы оперируем операцию на сердце, оперируем атеросклероз сонных артерий, атеросклероза вортии и ветвей, атеросклероз нижней конечности, ну и венозную патологию в разных ее формах. Кроме того, старший преподаватель кафедры госпитальной хирургии и сейчас уже дописывает диссертацию по радиочастотной аблации в атеросклерозной болезни. Прогнозы затеи неблагодарны, особенно в вопросах здоровья. И все-таки, как меняет операция состояние такого больного? Более 60% закупорка сонных артерий является показанием для операции каратитной андартректемии. То есть раскрывается сосуд, удаляется бляшка и обратно все это дошивается. Тем самым мы убираем клинику, вот эту головную боль, головокружение, шум в ушах, повышение давления. Ну и кроме того, уменьшается риск возможных будущим инсультов. Более 600 операций именно с 2013 года мы уже такие операции сделали. Очень приятно видеть такую молодую смену, можно сказать, в составе врачебных бригад в вашем центре. И мне бы, конечно, хотелось вас расспросить, каким образом вы выбирали профессию? Как вы вообще определили, что это ваше призвание? Профессию выбрал я еще, наверное, будучи учеником класса, наверное, 6-7. Ну и с тех пор вот так вот завелось, решил для себя, что буду сосудистым хирургом. Уже на время окончания института появилась в Черкесске кардиохирургия благодаря Марат Пависпевичу, Рашид Пависпевичу. И решил стать кардиохирургом. Опередователь сердца поступил в ординатуру в Краснодар, закончил ординатуру и уже четвертый год занимаюсь сердечно-сосудистой хирургией в нашем родном городе Черкесске. Наставник у нас, естественно, это заведующая нашего отделения, руководитель центра, это Марат Пависпевич Тимрезов. Очень много мы у него учимся, то есть не только в плане оперативной работы, но и в плане научной работы, работы с пациентами, то есть очень много он отдает. Я ординатуру закончил 4 года назад, сейчас являюсь аспирантом, работаю над кандидатской, то есть периодически посещаю, участвую, точнее, в конференциях с докладами по теме диссертации. Ну, это разные города, и Москва, и Ростов, и Санкт-Петербург, то есть. На какой теме вы работаете? Я работаю над темой лечения критической ишемии нижних конечностей, то есть при поражении артерий нижних конечностей. Это лечение и эндоваскулярное, и открытая хирургия, то есть то, что мы делаем у нас в центре. Как сказал один голландский хирург, мы выполняем операции настолько сложные, насколько нам позволяет анестезиолог. Мы работаем на уровне, в общем-то, международных стандартов, на препараты применяем, которые во всем мире применяются. Поэтому у нас не бывает, практически не бывает осложнений во время оперативного лечения. Анестезиологи тоже продолжают учиться? Ну, неделю назад только я приехал из Геленджика, где проводилась Всероссийская конференция анестезиологов-реаниматологов. Ну, также стараюсь регулярно ездить по другим, Москва, Петербург, недавно был в Барселоне. То есть приходится, чтобы поддерживать высокий уровень профессионализма, приходится ездить. И это, собственно, должен делать каждый доктор, который работает с людьми, постоянно повышать свой уровень, ездить, общаться с другими докторами, что-то узнавать новое. Старшая медицинская сестра Центра сердечно-сосудистой хирургии Мухлиса Нагбаева, выпускница Черкесского медицинского училища и Кисловодского института экономики и права, в отделении сердечно-сосудистой хирургии работала еще с 1996 года. Став сотрудницей Центра сердечно-сосудистой хирургии, повышение квалификации проходило в Сибирском федеральном биомедицинском центре и в Москве, в клинической больнице номер 7. Мухлисан Ильясовна – надежный помощник хирургов на самых сложных операциях. Марат Бориспиевич, несколько слов о значении раннего выявления сердечно-сосудистых патологий. На самом деле это самая актуальная тема в медицине, она и была, и есть, это то, на что сейчас идет упор, и не только в сердечно-сосудистой хирургии, не только среди наших пациентов, но и среди онкологических пациентов. Проблемы эти очень актуальны, и насколько я понимаю, сейчас в онкологии идет направление именно на первичное выявление этих больных, то есть незапущенных садик. То же самое это и есть у нас, в нашей сфере. Это очень актуально, потому что многие патологические состояния можно не доводить до уже хирургии, собственно. То есть можно, если этот пациент, эта проблема выявлена на уровне поликлиники, есть ряд совершенно эффективных, очень хороших современных препаратов, которые при их постоянном применении, которые могут не довести до этой проблемы. Образ жизни, это режим, это применение тех или иных препаратов, это мониторинг состояния своей крови и так далее. Поэтому, конечно, это эффективно, и то, что было раньше, считаю, это абсолютно точно нужно внедрять в современную нашу жизнь. Многое зависит от самих пациентов. Для себя поставить, обязательно себя обследовать, пройти каких-то специалистов, потому что услышать себя, свои проблемы может только сам пациент. Если у него какие-то эти проблемы есть, какие-то боли, какие-то пульсации непонятные для него, какие-то выраженные мигрени или боли в ногах, он должен обращаться к специалисту. Тогда этот процесс, выявление будет, конечно, обращаться. Можно ли на данном этапе утверждать, что жители Карачаева-Черкесии, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, теперь могут получать высокотехнологичную помощь, не покидая пределы республики? По определенным нозологиям, по определенным направлениям мы говорим, и люди многие знают, что действительно мы можем выполнять эту помощь, точно не хуже, чем во многих федеральных центрах. Есть нозологии, понятно, есть проблемы, которые не могут решиться у нас. Это пересадки, понятно, органов, сердца и так далее. Операции выполняются только в высокоспециализированных центрах. Это большой объем детской кардиохирургии. Детская кардиохирургия у нас есть, но она у нас на уровне лечения врожденных пороков сердца с помощью эндоваскулярных методик. Мы не тянем к себе, но мы и наоборот, когда общаемся с больными, когда мы их диагностируем изначально и понимаем, что с этой проблемой мы справимся, справимся хорошо, мы это говорим пациенту, и пациент это понимает, узнавая у других пациентов, узнавая у других наших коллег, что это действительно проблема, которая здесь решается вполне эффективно. Ваши перспективные задачи, над чем вы сейчас работаете? Сейчас наша большая перспектива, я надеюсь, она будет реализована, это внедрение наших технологий эндоваскулярных и сосудистых в помощь больным с онкопатологией. Это та тема, над которой уже работают многие наши коллеги, то есть внедрение именно сосудистых технологий в онкологическую практику. Это одно из очень эффективных направлений, и вот мы над ним работаем, у нас уже есть несколько операций, которые выполнены совместно с онкологами. У нас открыт новый современный онкоцентр, который очень хорошо, во-первых, оснащен, и он еще будет даже, ну, как бы, оснащаться именно в плане того, чтобы мы могли со своими методиками, наши специалисты могли оказывать помощь. Ваши пожелания нашим зрителям? Да, ну, во-первых, какие могут пожелания доктора? Не болейте, да, будьте здоровы. Воздадим должные традиции. На финал несколько комплиментов, адресованных врачам Центра сердечно-сосудистой хирургии от благодарных пациентов. Отлично. Таких врача я еще не видел. Все организовано, быстро, хорошо все делают. У меня тромфолибит. Сын привез, и быстро меня дежурный врач принял, Айбазов. Ну, правда, уже это было где-то около четырех часов, да, нет, вечера, да. И начали лечение прямо с того момента, как я поступила. Относится очень хорошо, принимает, когда приедешь, очень хорошо принимают они. А вот некоторые говорят, в Москву, в Москву там лучше. Ваше мнение? Я не знаю, в Москве как, но мне здесь нравится. Один из пациентов свое отношение к врачам Карачаева-Черкесского регионального центра сердечно-сосудистой хирургии выразил так. Хорошо, когда врачи доброжелательны, умеют улыбаться и знают свое дело. И знаете, он во всем прав. Прав в том, что спокойная уверенность врача в своем мастерстве и его уважение к пациентам – это тоже помогает в борьбе за здоровье, тоже лечит. Все добрые слова, которые мы услышали в этот день о сотрудниках регионального центра сердечно-сосудистой хирургии – это высокая оценка тех людей, ради которых медики работают, осваивают новые методы лечения, повышают свое мастерство. И без всякого пафоса, а просто с чувством уважения хочется сказать – хорошо, что у нас есть такое лечебное учреждение, которое заботится о людях и лечит на уровне европейских стандартов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok